Эй, привет! Добро пожаловать на Лайфнаген. Вы когда-нибудь задумывались, какого вы размера в сравнении со вселенной? На самом деле, очень маленькие. Вас будет трудно найти на заполненном стадионе, где гораздо меньше, чем 7 миллиардов людей, живущих на этой планете. Учитывая средний рост человека в США, а это 1,69м, оценим, что стоя на носках и с поднятыми вверх руками, расстояние между ступнями и кончиками пальцев будет равно примерно 2 метрам. Это значит, что необходимо 162 человека, поставленных друг на друга, чтобы быть высотой с Эйфелеву башню, которая 324 метра в высоту. При диаметре нашей почти сферической земли, равному 12756 километрам, необходимо будет 4000 Эйфелевых башен, выставленных друг на друга, чтобы быть размером с диаметр земли. И что очень круто, на самом деле мы пришли к отличному пониманию нашего размера относительно размера земли уже очень давно. Все потому, что около 2000 лет назад размер земли был довольно точно рассчитан географом, поэтом, математиком и чуваком с множеством других титулов Эратосфеном. Данные немного разнятся, но кажется, что он ошибся от 1 до 17% от всей цифры, что впечатляет. Но это всего лишь ваши размеры по сравнению с Землей. По сравнению с Солнцем вы куда меньше. Тогда как мы думаем, что Солнце — это супербольшой огненный шар, оно на самом деле маленькое, в сравнении с другими звездами в нашей Вселенной. Здесь есть звезды в сотни раз больше. Например, голубой сверхгигант Икар — самая далекая наблюдаемая звезда, намного больше, массивнее и по своей природе даже, возможно, в сотни тысяч раз ярче нашего Солнца. Согласно NASA Night Sky Network, если мы уменьшим наше Солнце до размера песчинки, наша Солнечная система будет достаточного размера, чтобы поместиться в ладони. При таком масштабе галактика Млечный Путь будет размером с Северную Америку. И это только наша галактика. Млечный Путь — это лишь одна из миллиардов галактик в нашей Вселенной. Это означает, что вы — супермаленькое существо, путешествующее на гораздо большей планете, сквозь еще большую Солнечную систему в еще большей галактике, коих миллиарды в нашей Вселенной. Так что да, вы крошечный. Но хей, по крайней мере вы не размером с одну из ваших клеток. Диаметр клеток вашей крови, одних из самых маленьких и многочисленных в вашем теле, около 7-8 микрометров, что в тысячу раз меньше, чем миллиметр. Обычный муравей, к примеру, 10 миллиметров в длину. Так что клетки вашей крови очень-очень маленькие, но невероятно важны для вашего здоровья. Так что в следующий раз, когда почувствуете себя мелким, просто вспомните, что ваш крошечный размер относительно целой Вселенной не мешает вам делать удивительные и важные вещи. А, отличная мотивационная цитата, запощу ее в инстаграме. Пишите в комментарии что-нибудь классное о вас. Спасибо за внимание и спасибо за просмотр. Нравится Лайф Наген? Подписывайтесь на канал и нажимайте на колокольчик, чтобы приходили уведомления каждый раз, когда мы выпускаем новое видео. И как всегда, меня зовут Блоко, это был Лайф Наген, и помните, продолжайте думать. Большое спасибо за просмотр. Обязательно подписывайтесь на канал оригинала, ссылка, как всегда, есть в описании. А если вам понравились мои переводы-озвучка, то ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал, делитесь этим видео с друзьями, вступайте в нашу группу ВКонтакте, чтобы не пропускать новые видео. Ну а с вами, как всегда, был Фиди. Всем удачи и пока. Субтитры сделал DimaTorzok